Всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне в гости на мой канал. Я рада приветствовать вас в новом влоге. Сегодняшнее видео началось снимать с самого утра. Я уже приготовила завтрак, дети сидят завтракают. Я приняла душ и сейчас сделаю утренние процедуры. Решила сегодня сделать массаж роликом из розового кварца. И также сначала нанесла на лицо масло омолаживающее с лепестками роз. Очень мне нравится это масло. После него кожа становится очень нежная и бархатистая. И классный роллер. Мне тоже он очень нравится. И также чередую его с массажером гуаша. Массажер гуаша у меня сделан из нефрита. И храню я и массажер гуаша, и ролик из розового кварца в холодильнике. Очень приятно с утра сделать массаж прохладным роликом. Сразу же появляется заряд бодрости и свежести на целый день. Нанесла сегодня маску. Вывела на экран, какую маску наносила от Елизаветы. Пока маска работает, Ева позавтракала, переоделась и пришла ко мне заплетаться. Наношу тоже ей на волосы спрей от фирмы Хербина. Очень классный спрей. Использую его и для Евы, и для себя. Обязательно буду повторять, потому что спрей очень понравился. От души могу его рекомендовать. Рука к нему тянется постоянно. Нанешу также его тоже на волосы, расчесываю и буду сушить феном. В конце на кончике сегодня решила нанести масло для волос от фирмы L'Oréal. Но это масло мне не очень нравится. Пользуюсь я им редко. Потому что мне больше нравится клей для волос от фирмы L'Oréal. Вот он классно справляется со своей задачей. Убирает стекущиеся кончики. И волосы становятся от него очень такими гладкими, шелковистыми и послушными. Хочу сейчас ответить на самые популярные вопросы. Сделать небольшой ром-тур по кухне-гостиной. Потому что очень много новеньких на канале и постоянно возникают вопросы. Я сейчас в кухне-гостиной. Давайте сделаю небольшой ром-тур и отвечу на самые популярные вопросы. Потому что много новеньких зрителей. И возникают вопросы по планировке кухни-гостиной. И были вопросы под последним видео, когда живет ром-тур по лоджи. Сейчас сразу же быстренько все покажу. И расскажу основные моменты, по которым возникают вопросы. Во-первых, очень часто спрашиваете, какая площадь кухни-гостиной. Я думала, что 43 квадратных метра. Но сейчас подняла документы. Практически 45 квадратов идет кухня-гостиная. Но так как мы присоединяли, объединяли кухню-гостиную с лоджией официально, то площадь лоджии тоже вошла в эти 45 квадратов. Если не брать лоджию, чтобы было проще ориентироваться, кухня с гостиной получается 36 копейками квадратных метров. И за счет того, что присоединили лоджию, прибавилось еще 80 небольших квадратных метров. Получается общая по документам кухня-гостиная 45 квадратов. Ну, 44,8, если быть точными. Изначально у нас была кухня-гостиная не такая. Когда мы покупали эту квартиру, это, кстати, новостройка, потому что тоже многие спрашивают, новостройка или нет. Это новостройка. И гостиная была отдельно от кухни. Мы, когда искали квартиру, мы сразу же знали, то, что у каждого будет по комнате. Мы искали 4-комнатную. И то, что кухня с гостиной будут объединяться. Поэтому мы искали именно планировки, где была ненесущая стена между кухней и гостиной, чтобы можно было ее убрать и присоединить. Стена шла примерно вот так. Вот если брать дезеркальное панно, примерно посередине. Там была кухня, а здесь была гостиная. И понятно, что нам так не хотелось. Мы объединили. И тоже девчата очень часто спрашивают, по поводу нравится или нет объединенной кухни с гостиной. Нам очень нравится. Мы бы менять ничего не стали. Если бы делали сейчас бы ремонт, то сделали бы то же самое. Потому что это очень удобно. Во-первых, и места много. Во-вторых, когда ты находишься на кухне, готовишь что-то, занимаешься какими-то бытовыми делами кухонными, то вся семья в сборе, все с тобой рядом. Можно также с ними телевизор посмотреть. Параллельно занимаясь и делами, дети под контролем тоже тут играют, когда особенно были совсем маленькими. Для нас это просто суперудобно. И мы бы по-другому сейчас бы не сделали. И вообще, мне кажется, сейчас такая идет тенденция, то что многие объединяют кухню-гостиную. И тоже многим это нравится. Затем очень было много вопросов по поводу вот этих кашпо, где я их покупала. Покупала я их на Азо. Плетеные корзины, которые стоят большая, круглая, и под грязное белье высокое. Это все с Ларри Дуд. И много вопросов по поводу камина. Камин фирмы идет Алекс Бауман. И всегда часто спрашиваете, какие параметры у него. Я все рулеткой померяю и выведу на экран, чтобы вам было легко ориентироваться. Потому что знаю, что многие делают ремонты, и очень важны размеры. И очень часто возникает вопрос по поводу зеркального панно. Тоже померяю все размеры, высоту, ширину. И многие спрашивают, отдельно размер плитки тоже так же выведу. К сожалению, столовая группа, стол и стулья, я не знаю, что за фирма. Но подсказать не могу. Потому что никаких опознавательных знаков не нашла. Все бирки убрали. А диван фирмы Ваш День я его не рекомендую. Потому что очень плохого качества кожа. Вот где сидишь мягким местом, все протерлось. Но диван супер-мега удобный. Удобнее дивана, честно сказать, я не встречала. На него, когда садишься, просто ты проваливаешься. Очень удобно, комфортно сидеть. Конечно, посадка у него идеальна, но качество кожи хромает. И такие диваны еще были не только в коже. Можно также было рассмотреть вариант ткань. Но с двумя детьми мы не рассматривали диван из ткани. По поводу кухни. Спрашиваете очень часто размер ее. Тоже померяю, выведу на экран размер. И учтите то, что у нас здесь нет холодильника. Холодильник мы убирали на присоединенную лоджию. Изначально так планировали. Конечно же, здесь не соблюден, получается, треугольник. Как рекомендуют, точнее, дизайнеры интерьера. То, что достал из холодильника, помыл, порезал и приготовил на плите. То есть, получается, нужно будет бегать до мойки. Я ходить люблю. Меня это никак не напрягает. Потому что мы не хотели ставить холодильник вот сюда, на кухню. И даже присоединенная лоджия была больше нужна из-за того, что мы туда хотели убрать большой холодильник сайд-бай-сайд. И когда присоединили лоджию, получилось то, что снесли стену. Остались два входа. Один вход был на балкон из кухни. Второй был из зала. Сейчас, получается, здесь такие две арки. Объединяли мы, изначально убирали сразу же все подоконники, двери, все убрано. И таким способом присоединили лоджию. С этой стороны у меня сейчас находится рабочее место. Изначально здесь планировался зимний сад. И оба рабочих места у нас с мужем были на присоединенной лоджии, которая у нас находится в спальне. Но сейчас там кабинет мужа остался. Я сюда перенесла, потому что нам так удобнее работать, чтобы мне ночью не мешать. На майские праздники не ездили на дачу. И я не знаю, как это получилось. Я взяла секатор и обстригла весь фикус. Видно, уже какая-то привычка выработана. То, что майские праздники нужно ехать на дачу, что-то обстригать, обрабатывать, кусты и так далее. Под руку попал фикус. Если честно сказать, нисколько не жалею. Отродиться, отродиться. Нет, все. Больше с ним мучиться не буду. И обстригала я его 1 или 2 мая. Посмотрите, сколько пошло после этого у него молоденьких листочков. Мне кажется, наоборот, для него это получилось большим плюсом. То, что питательные вещества не стали уходить наверх, вот на эту шапку из листьев. А все, что я обстригла, все ветки, я поставила в воду. Корешки дадут и буду сажать в землю новый фикус. И еще хочу обрезать вот этот тоже фикус. Не знаю, или просто секатором обрежу, или, может быть, сделаю. Его размножить можно с помощью воздушных корней. Но там немножко система посложнее. Скорее всего, не буду заморачиваться. Просто обстригу. Рабочий стол у меня из Ларидут. Кресло тоже Ларидут. И давайте посмотрим, что здесь. Вот так вот поворачиваемся. И здесь, получается, стоит морозильный ларь. Очень удобно получился. Он вот на этом простенке за зеркальным панно. Этот простенок его сносить нельзя. Потому что это несущая стена. В принципе, очень классно то, что можно здесь спрятать морозильный ларь. Морозильный ларь у нас фирмы Фростер. Мне он очень нравится. И сейчас на него поставила чайник. Очень удобно то, что когда он кипит, не нужно его отставлять от кухонного гарнитура, чтобы кухонный гарнитур не испортился. С этой стороны получается вот такой вид. Мой рабочий стол. Мне нравится. В принципе, очень удобно. На балконе висит тюль. Мне очень нравится. Смотрится уютно. Особенно, когда в зоне кабинета сидишь. Вообще супер. Оставлю ссылку на видео, где я облагораживала свое рабочее место. Может, кому-то будет интересно. Посмотрите. И спрашивали, какой метраж тюли здесь, чтобы добиться вот таких вот валанов. Здесь получается 20 метров ткани. Вот здесь на простенке висит пылесос от Xiaomi. Это Dream V10. Очень удобно то, что он тоже прикрыт тюлем. И очень удобно. Можно в любой момент его взять в доступе со станции. Всегда он на зарядке. И очень удобно. Тем более на кухне дети, когда едят, быстренько схватил, что-то где-то пропылесосил точечно. Очень удобно. Дети во дворе гуляют на детской площадке, наверное, очень громко. Здесь, получается, запасы воды стоят. И с этой стороны располагается у нас холодильник. Холодильник side by side. Очень удобный, большой вместительный холодильник у нас. Фирма Beko. По соотношению цены-качество, отличный холодильник. И из-за того, что мы хотели именно side by side, присоединяли лоджию, чтобы он много не занимал места на кухне. Также здесь располагается еда у собаки. И стоит временно пылесоса 3 в 1. Но этот пылесос уедет в туалет. Там буду переорганизовывать немножко шкафы зеркальные. Надеюсь, то, что этот пылесос отлично туда встанет. И по поводу присоединения еще многие спрашивали, как мы утепляли лоджию. Могу уже сказать, сейчас, исходя из опыта, все у нас хорошо получилось. Окна дни текут, в квартире тепло и не дует. Значит, стену мы выкладывали здесь под окнами кирпичную. То есть слой кирпича, слой полиэстерола и слой пенофола. И получается у нас все очень тепло. И подведя итог, мы очень рады, что присоединили лоджию к кухне-гостиной, потому что получилось намного больше места. Мне кажется, место никогда не бывает лишним. И сразу же скажу, то, что мы делали все официально, через суд, нанимали сначала архитектора-перепланировщика, составляли проект, потому что очень много стен мы меняли, ломали в квартире. И с этим проектом уже юрист ходил в суд. И по суду мы присоединяли и лоджию, и кухню-гостиную ломали, и другие тоже делали перепланировки в квартире, тоже все официально. Если в квартире, наверное, все как и осталось, без изменений, я думаю, что можно стены ненесущие ломать, то по лоджии нужно посмотреть, почитать, потому что сейчас уже 21-й год, мы все делали в 16-м году, и я думаю, что за это время, может быть, какие-то законы поменялись, нужно обязательно обратить на это внимание. Надеюсь, что ответила на все вопросы. Если будут еще, обязательно задавайте их в комментарии, потом во влогах я отвечу. Пришла на кухню, сейчас сразу же с утра хочу приготовить и обед, и ужин. На обед буду готовить сегодня очень вкусный суп из красной чечевицы. Мы его очень любим, и мне кажется, это отличный вариант к гороховому супу, тем более он варится намного быстрее, и во вкусовых качествах нисколько не уступает гороховому супу. Для рецепта нам понадобится чечевица красная, я буду брать 250-300 грамм, затем взяла 3 огромных картофелины, морковка 2 штуки и 1 большущая луковица репчатая. Картофель натираю на крупной терке, у меня это терка от фирмы Бернер, режу соломкой и сразу же отправляю отвариваться в кастрюлю. И да, у меня было еще немножко замороженного куриного бульона, я его также предварительно отправила в кастрюлю отвариваться. Затем шинкую лук на небольшие кубики и отправляю на сковороду обжариваться на растительном масле. Морковку режу на крупной терке и буду отправлять к луку тушиться до готовности. В оригинале этот суп готовится с беконом сырокопченым, но бекона дома не оказалось, у меня была пастерма и карбоната. Я решила приготовить этот суп с этими мясными нарезками. Мясные нарезки также буду нарезать на кубики и затем обжаривать примерно минутки 2-3 на сковороде. Картофель будет отвариваться в кастрюле примерно 10-15 минут, затем берем чечевицу красную, промываем и спустя 15-10 минут отправляем ее в кастрюлю отвариваться до готовности. Как чечевица отварится, буду в кастрюлю перекладывать зажарку, это лук с морковкой, нарезку мясную и добавлять специи по вкусу. Из специи я буду добавлять соль и черный молотый перец. И в конце еще выдавлю через чеснокодавилку буквально 3 зубчика чеснока. Вот такой вот вкусный суп из красной чечевицы с копченостями у меня получился. Дополнить этот суп можно гренками из белого хлеба. Будет очень вкусно. Я сразу же приступила к приготовлению второго. Буду готовить сегодня а-ля пасту. Получается она невероятно вкусная. Обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту и думаю, что будете вы ее готовить очень часто. Берем 3-4 зубчика чеснока, режем на небольшие кубики и отправляем на сковороду обжариваться примерно 1-2 минуты чесноку нужно будет обжариваться на сковороде. Не забываем помешивать, чтобы чеснок не пригорел. Тем временем нарезаю копченую куриную грудку на небольшие кубики. Все ингредиенты пропишу внизу под видео в инфобоксе и также то количество, какое я использовала их для рецепта. Нарезаю на небольшие кубики куриную грудку копченую и отправляю на сковороду к чесноку. Обжариваться будет примерно 3-4 минутки. Вливаю на сковороду сливки. Я взяла 300 мл. У меня 10% сливки. Из специй буду добавлять соль и черный молотый перец. Можно еще в это блюдо использовать чили перец. Будет очень вкусно. Или копченую паприку. Оставляем на сковороде сливки потушиться примерно 5 минут до загустения. Тем временем я натираю твердый сыр на крупной терке. Примерно у меня ушло 80 грамм его. И сыр отправляю затем также на сковороду к куриной грудке и к сливкам. Примерно еще тушу 1-2 минуты, чтобы сыр начал таять. Затем добавляю немножко сливочного масла, примерно грамм 20-30 для аромата. И выкладываем спагетти в соус. Все тщательно перемешиваем и очень вкусная а-ля паста готова. Обязательно попробуйте приготовить ее по этому рецепту. Я думаю, что вам понравится и будете готовить ее очень часто. Потому что она действительно получается очень вкусная. Закончила я с готовкой. Приготовила на обед суп и на вечер а-ля пасту. Все очень быстро, вкусно и просто. Сейчас хочу ответить на комментарии, потому что очень много в последнее время их появляется. Такой комментарий, когда же будут влоги с дачи. Они, конечно же, будут, но когда пока я не знаю. Потому что мы с Ваней на дачу не ездили в праздники. У нас не было на это времени. И думали то, что дети тоже не поедут. Но у меня мама позвонила с папой. Сказали, давайте мы возьмем детей на два денечка с одной ночевкой. Что у них был выходной. И мы можем их с собой взять. Мы, конечно же, у детей спросили, поедут они с бабушкой, с дедушкой или нет на дачу. Детки обрадовались, согласились. И поехали на два дня. А мы занимались делами. Потому что очень много дел накопилось. И не было возможности и уехать. И обещали очень плохую погоду. Но самое интересное, дети уехали на два дня. И эти два дня была просто замечательная погода. Дети наслаждались прогулками. Катались на велосипедах. Приехали все их друзья с дачи, с которыми они не виделись осени. Очень все подросли. Обрадовались. У всех столько впечатлений, какой-то информации. Гуляли все вместе. Гурьбой. Родители сказали, что просто на даче стоял такой балаган. Шум, гам. Все бегали друг к другу. Катались вместе на велосипедах. Короче, дети совершенно не заметили отсутствие родителей на эти два дня. Мы не ездили. У нас было очень много дел. И мы поняли то, что если мы пейдем хотя бы на два дня, мы просто сядем в лужу потом по времени и по делам, нам будет не расхлебать. И, конечно же, родителям огромное спасибо. То, что они взяли детей. И мы смогли все сделать. Привести дела в порядок более-менее. И, конечно же, когда родители звонят и предлагают помощь, то, что могут поводиться с детьми, допустим, взять их на дачу, мы никогда не отказываем. Если дети, конечно же, соглашаются, мы с большим удовольствием отпускаем детей на дачу с бабушкой и дедушкой. И, тем более же, конечно же, хорошо то, что дети наслаждаются и друзьями своими сверстниками. Нам очень повезло, потому что все детки, с которыми мы дружим, все погодки Елины и одна девочка идет погодка Максимкина. То есть у них такой возраст, плюс-минус идет год. И настолько у них так все дружно, весело. Короче, им очень нравится там. Также катаются на велосипедах вместе, ходят в гости друг к другу. Там полная веселуха. У каждого есть питомцы, с питомцами гуляют там. А влоги, конечно же, дачные будут. И я сама очень хочу поехать на дачу, отдохнуть пару денечков. Но не знаю, когда в ближайшее время это у нас получится. Во-первых, и погода обещают не очень хорошие. Во-вторых, пока мы не можем поехать. И, конечно же, на даче у нас много планов. Нужно будет приводить в порядок второй этаж, потому что комнату на втором этаже закончили уже все, доделали ремонт. Нужно ее потихонечку облагораживать. Есть уже куплены шторы, занавески. Нужно уже там все как-то приводить в порядок, делать красоту, создавать уют. Потому что эта комната будет для детей. И еще поставим туда диван. Когда мы с Ваней тоже будем приезжать, мы будем в этой же комнате ночевать вместе с ними на втором этаже на диване. Но комната очень большая, вроде бы 35 квадратных метров, так что нам на всех хватит на пару ночей на даче переночевать. Ничего страшного. А когда мы не будем с Ваней ездить, у детей будет по кровати, уголок детский, хотим сделать им там стеллаж. Скорее всего, увезем тот стеллаж, который у нас у Максима в комнате стоит за кроватью, разобранный, самодельный. Наверное, купим ножки, на ножки поставим. Думаю, что будет хорошо смотреться. И также будет диванчик с телевизором. То есть друзья, которыми они дружат там, придут, смогут поиграть на втором этаже, посидеть, телевизор посмотреть. Когда подрастут, может быть, приставку им туда купим, будут сидеть играть на приставке. Вот, конечно же, это все в планах. Но второй этаж по-любому будем облагораживать уже тогда, когда на улице будет тепло. Потому что сейчас нет никакого смысла. Второй этаж не отапливается. Он отапливается только электричеством. И мы не ездим особо туда. И если мы и ездим, нам, в принципе, хватает места и на первом этаже. Потому что первый этаж считается теплым. Что, как бы, вроде бы смысла нет еще дополнительно оттопить второй этаж. И еще, конечно же, самая главная причина, почему пока еще откладывается благоустройство на втором этаже, это нет лестницы на второй этаж. Хорошей такой вот лестницы, по которой будет детям не страшно подниматься, небезопасно. А лестницу, конечно же, уже будем делать после всех посадок. Так что немножко все, такой процесс этот затянулся и откладывается. Как подойдет время, я все вам покажу, расскажу. И, конечно же, надеюсь, что в ближайшее время, в мае, поедем на дачу, съездим, отдохнем немножко на шашлыки, в баньку попариться. Вот, так что не переживайте, потому что очень много комментариев по поводу, будут ли влоги с дачи, почему их нет. В том году уже в это время были. Не переживайте, влоги, конечно же, будут, потому что знаю, что многим интересно. Девчонки пишут, что, Яна, где влог с дачи? Мы хотим дачные влоги, нас это очень сильно мотивирует. Тоже хочется что-то на даче делать, ее облагораживать и обустраивать. Так что надеюсь, что в ближайшее время скоро влоги появятся. Сейчас будет небольшая мотивашка. Сегодня по списку дел у меня был такой пункт, как разобрать гардероб у Евы в комнате, посмотреть то, что мало, то, что мы уже не носим, или что мы вообще не одевали, рука у нас к этому не тянется. Я все сразу же сложу и отвезем мы к племяшке. Будет она потом носить, когда уже подрастет. Также нужно составить список покупок, то, что нужно Еве докупить, то, что мало, посмотреть обувь, какую нужно нам докупить на лето. Посмотрела то, что костюмы непромокаемые, резиновые стали и малы, обязательно будем покупать на лето. Также отлично их носить весной и осенью, потому что, когда погода идет дождливая, отличный вариант, одеваешь этот костюм на какой-то тоненький хэбэшный костюм, и детки могут играть и в песочнице, и где-то не промокнут, и одежда, которая надета под низ, тоже остается всегда чистой. Очень любим использовать резиновые костюмы, просто какая-то палочка-выручалочка для летних прогулок. Когда в списке дел планируется такой пункт, как разбор гардероба, я всегда планирую по дням. Я никогда не делаю разбор гардероба сразу же во всех комнатах. Мне намного удобнее, например, поделить на дни. Сегодня я сделала разбор гардероба в Евиной комнате, завтра пойду разбирать гардероб у Максима, потому что времени, конечно же, ограничено. И вот, допустим, в этот день, когда я делала уборку и разбор гардероба в Евиной комнате, нам потом еще вечером нужно было бежать на занятия в художку. В праздники художку у нас не отменяли, были занятия, можно было написать заявление на отпуск, но так как мы никуда не уезжали на все праздники, уезжали только на два дня, и как раз в эти два дня не было занятий в художке, мы заявление на отпуск не писали, и Ева продолжала ходить и заниматься, тем более у нас была финальная работа годовая, которую дети делали практически целый месяц, и было бы обидно ее не доделать, пропустить. Я уже практически закончила с разбором Евиного гардероба, позвала ее, мы с ней померили некоторые позиции, потому что я сомневалась как раз ей или нет. С Евой, конечно же, очень просто, в этом смысле она любит наряжаться, что-то мерять, что не скажешь о Максиме. Поэтому ее комнату я сегодня и начала первую разбирать. В следующий раз буду разбирать Максимкину комнату, он, конечно же, уже вещи мерять не так любит, приходится его уговаривать. Закончила у Евы с разбором гардероба, очень от многих вещей избавилась, потому что ей стало мало, или то, что мы не носим, тоже буду все отдавать. Во-первых, вот здесь у нее так разложено все в контейнерах, потому что многие спрашивали показать вблизи, как у нее здесь разложено. Наверное, год назад показывала, как мы сможем здесь переделывали полки, потому что изначально шли стандартные полки с очень большим расстоянием. Вот получается то, что еще мы дополнили тремя полками, сами их вырезали. Азьеве делали стеллаж в комнату, и оставался у нас материал. Мы решили его разрезать и сюда вставить между стандартными полками еще дополнительные. И получилось вот так вот их много. Я купила контейнеры и решила ребенку вот так вот все организовать. Очень удобно, пользуемся мы уже больше года вот этими контейнерами здесь. И мне очень нравится. Конечно же, самая лучшая система хранения, самая удобная, это в комоде, у Максима комод. И это, конечно, намного удобнее, чем вот такой вот способ. Обратите внимание на это при планировании детской комнаты. Я бы сейчас, наверное, взяла бы тоже бы Еве сюда в комнату большой комод вместо вот этого хранения, системы хранения. Внизу у Евы здесь носки теплые и обычные. Затем здесь джинсы, сарафан, какие-то штанишки, футболки, домашние одежды, также штанишки домашние. Здесь костюмчики, свитера теплые на выход. Этот вообще контейнер был из-под какой-то доставки. Он такой очень плотный картон. Я решила его оставить и применила здесь. Дети его разрисовали. Так, здесь кофточки с длинным рукавом. И в этом контейнере все отложено для лета. Ждем, когда будет тепло. Ева будет носить. Вот поменяю местами, просто переставлю. То, чтобы удобно было доставать. И наверху лежит контейнер с одеждой, которая пока еще велика. Здесь нижнее белье, носовые платочки. Здесь колготки. Тоже удобно. И в угловом шкафу. Вот так вот получилось у меня организовать. На верхней полке, на самой. Это все для пляжа. Там на рукавнике, круги надувные. Сумочка, с которой они ездят всегда куда-то. Убрала рюкзаки новогодние, в которых им Дед Мороз приносил подарки, сладости. Здесь различные платья, сарафаны. С подготовки к школе. Сарафанчики, юбочки. Зонтик у Евы здесь висит. А на нижней полке остались здесь толстовки. Свитера какие-то. То, что будем сейчас носить. В углу хранятся сумочки, висят. И внизу рюкзачки. И там тоже такая папка рюкзак. На этой полке у Евы находятся пижамы. Сложила я вот такой вот контейнер. Вроде бы покупала его фикс прайс. Здесь носки потеряшки, которые потерялась пара. И внизу все приготовлено для купания. Полотенце с вечера с халатиком высохли. Сразу же сложили аккуратненько сюда все. Положили пижаму. Подготовили трусики чистые. Достали с маечкой отсюда. Чтобы вечером сразу же можно было вот это все взять и пяти купаться. И последнее, что осталось по списку дел в Евиной комнате. Это нужно поменять постельное белье. И застелить чистое, свежее постельное белье. Еще хочу пропылесосить за матрасом. Потому что какой-то ссор туда падает. Также копится и пыль. И какие-то игрушки проваливаются, когда дети играют, сидя на кровати. Пол сегодня в Евиной комнате мыть не буду. Потому что уже не хватает на это времени. Нужно выезжать. Сейчас будет с Евой на занятия. Пол сегодня будет мыть робот. Делегируем ему эту задачу. Хочу сказать огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. Не жалейте лайков. Я хочу поздравить вас с наступающим праздником, с Днем Победы. Пожелать всем мирного неба над головой и крепкого здоровья. А мы уже увидимся с вами совсем скоро. До новых встреч. Пока.